Всем привет! Это Радиус и Даня Мальборо и мы продолжаем выживать в мире старого доброго Раста Легаси. Всем привет! Тем временем у нас все идет своим чередом. Достроен почти дом, остались только мелкие отделочные работы, обои поклеить, мебель переставить. И мы идем сейчас в дальнее путешествие, возможно опасное, не зная что нас там ждет. Но мы идем вокруг карты, посмотреть внешний мир. Кстати, Дим, Ракал засолк. Да? Да. В общем, меня сегодня зарейдили. Да, да, сегодня зарейдили нашего нового участника, Даню Мальборо. Зарейдили на изи, как говорится. Мы нанесли одну стенку, сломали все ящики. Я не знаю, для чего, конечно, люди ломают ящики. Да, но там вообще какие-то вандалы просто залезли. Зачем-то снесли все ящики и все печки. И от терпения не хватило на воркбенч. Воркбенч, потому что долго вообще срубается. Так, Дань, мы сейчас... Ты держишься за мной? Нет, Дим, я что-то потерял, зашел в ангар. Я на дороге. Все, все, бери. Мы сейчас пойдем направо и пойдем по нашим родным долинам вдоль побережья. Поресаемся там. Там куча ресурсов просто. Обойдем. Я сейчас гоню, я поубиваю живот, пожалуйста. Обойдем БИК РТ. Ох, я лук не взял. А у меня... Ладно, я пока поресаю здесь. Сейчас рассвет. Я надеюсь, скоро будет посветлее и поведнее. Ну, давай пошмаляем их, конечно. Опасно, народу сейчас много. Я бы вот не сильно палился. Медведь не умер с двух выстрелов, гад, а? Воды. Вот стоило ли три патрона? Бутылочки воды. Что-то я сомневаюсь, что стоило это того. Отлично. А тут вообще люди строятся? Нет. Здесь, конечно, строятся. Во-первых, через скалы от нас очень-очень большой дом. Шесть на шесть, по-моему. Ты тогда всех животных, да, разбросал? Так, я сейчас вот туда, вглубь леса сбегаю. Нам, ко всему прочему, нужны свиньи. С них... Свиньи нам нужны. С них жир. Жир нам очень пригодится. Так как скоро мы переквалифицируемся из собирателей ресурсов во взрывников. Новый ран, новые возможности. Так, ну и дерево тоже не помешает. Дерево у нас будет... С помощью дерева мы будем копить опыт. Опыт, чтобы прокачать наш клан. Из дерева крафтятся костры. И... С помощью этого добавляется большое количество опыта в клан. Ну и костры можно продать. Собственно. И... Можно убить двух зайцев. Добавить опыта. И накопить немножко денег. Все это делается с помощью дерева. Дома филарчик бежит. Провыкал. Отражение было. Так, Дань, ты не пугай. Это тут... Народ вообще дикий. Стреляет. Даже фамилии не спрашивает. Бесудай следствие. Ты аптечки взял? Да. Нет. Здесь штуку. Бандажей. Бандажей? Аптек не взял? Нет. Жалко, конечно. Вот там вон дом. Так, дыхание. Что-то... На меня оказывается волк согрелся. Уйди. Уйди противный. Подлагивает, конечно. Подлагивает. Ну, ничего, переживай. Ой, тут дома. Какой здоровый. Что там на воде, как ли? Что там? Дома на воде? Да, тут дом на воде. Так, интересно, интересно. Ну-ка. А у тебя дерево есть, Дим? Дерево есть. Можешь подстроиться? Нет, пока, Даня, нет смысла. Нет смысла пока. Прям такой здоровенный. Дом на воде вообще построить, мне кажется, невозможно. То есть, это явно помощь админа. Потому что вода тут же убивает, как только к ней прикасаешься. Блин, я сейчас ради интерес. Тут, видимо, такой полуостров с ядовитой водой. Какой-то там, наверное, не вода, а кислота, может быть, или щелок. Вообще, реально ли поставить как-то фундамент на воду? Нет, нет, вообще, обычному оббывателю обычному игроку это нереальности. Там он кто-то подстроился, но подстроился со стороны воды. Господи, что за бред? Что вообще в стране происходит? Ох ты, два каких больших дома. Да, и все на воде. А как вот там подстроились с воды, непонятно. Я не знаю, я, например, не могу подставить. Ой. Вот это фиксирует проваливаю. Даня, пойдем, а то еще в воду сейчас свалишься. Ну, там тоже такой нехилый домик. Но тот вроде как почти не на воде. Но он как-то наполовину. Ну, зато, конечно, к такому дому не подберешься с трех сторон. Только с одной можно атаковать. Но и не убежишь из него. Незаметно. При атаке. Так что спорное, конечно, преимущество дом на воде. Ну, я знаю точно, что раз с экспериментом можно строиться на воде. А, ну да, там вода не ядовитая, там обычная вода, там не кислота. И там, по-моему, даже есть дождь. Но все, кто играл, говорят, что когда идет дождь, вообще лагает очень сильно. Возможно. Но я, по крайней мере, пробовал запускать на своем компе. У меня и без дождя лагает, и с дождем лагает. Довольно требовательная игра, раз так экспериментал. Не знаю, вот, друг Космос, он как попробовал, сказал типа, этот лучше. Ты что там, домик осмотрел? Да, ничего в нем нету. Хотя, дверь деревян. Так, ладно. Каменные камни не трону, каменные камни. Я думаю, можешь заняться благотворительностью. Кого ты хочешь благотворить? Бомжей. Бомжей. Мне кажется, здесь бомжей не осталось уже. Ребята так активно играют. Мне кажется, если мы встретим какого-то бомжа... Так, стоп. Даня. А, там тело спит просто. Мне кажется, если мы встретим какого-то бомжа, то его нужно тут же стрелять. Потому что это притворяющийся какой-то этот... Притворяется товарищ. На самом деле, у него в загашниках, наверное, в своем рюкзаке там киллар сет. Скорее всего, скорее всего, там эмочка у него в рюкзаке просто разделся и прикидывается. А где чувак спит? Вот справа от сурфурного камня. Я за железным к скалам бегу. А, во, вижу, вижу, вижу. Пойду покараю немножко. Ну вот это, Дим, это по-любому ведь бом. Ну это да, это просто случайный игрок, который зашел. Походил, походил, прюнул, вышел. Тут, кстати, люди респавниться. Ну и есть такой способ перемещения еще с суицидом. А, ну этот живой, да? Насколько я понимаю. Да. Здесь какая-то война была, что ли? Рюкзак какой-то лежит? Нет, 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 я говорю, тут люди просто респавнились. Аж три штуки. Суицид. Так, ну кажется, долину мы все облутали, насколько я понимаю. Идем дальше, в сторону медвежки. В чате как-то подозрительно тихо. Вообще, медвежка будет самая опасная, конечно. Потому что народ, я сейчас так понимаю, копит ресурсы на сишки. Опс, какой одноэтажный домик 4х4. Может на хакерку заглянем, там порезаем что-то. Крыша есть, крыша есть. На хакерку? Ну посмотрим по времени. Ты где, Дань? Я тут, это CR328, я за тебя. А. Ой, какие родные места. Ты посмотри, помнишь, здесь один на один сараечка у нас была? Да. Так, вот здесь вот волки бегают частенечко. И меня беспокоит, что здесь ни одного животного. А, вот они все проявились. Яду попробую на поводу. Так, жирочек, жирочек, жирочек. Первый жирочек, второй жирочек. Республик. в этот день в полу в в в в в в в Так, вроде никого. Даня, ты на завод пошёл? Я вот, прям с тобой. А, всё понял. Вот эту долинку давай залутаем. Здесь должно быть что-то быть интересное у завода. В лесочке. Пусть так дерево добывал. Так, да, здесь кто-то ходил уже. Ну ладно, пойдём на медвежку сульфуру. Сейчас срублю. Вообще, вот самый разумный человек. В лазере будет и с луком. В лазере и с луком? Да, это я. Почему бы нет? Лук, кстати, пожалуй, может быть даже эффективнее шотгана. Хотя нет, шотган, конечно, помощнее. Достаточно одного выстрела, допустим, на того же волка. Данька, какой-то любопытный. Вот всё, осмотрим. Ну, мало ли, чё, проб. Ну, стартовый домик чей-то. Так, вижу море ресурсов. И мы входим на медвежку. Так, уже какой-то железный домик здесь. Народ отстраивает железные дома. Одноэтажный, конечно, но... Всё-таки железный дом есть железный дом. Так, здесь в лесу, интересно, есть животное? Даня, я иду правее, видимо, тебя по лесу. Я тут видел тебя, я на шутере стоял. А то Малли прибежит кто-нибудь. Ой, Мишка. Всё, курчик. Мишка, Мишка, нам нужен. На него надо четыре стрелы, не забывай. Так, Малли. Ну да, наверное, зря я выстрелил. Немножко боязно, конечно, выходить на открытое пространство. Чуть-чуть боязно. Ну, будем осторожны просто. О, я вижу в скалах, в скалах железо вижу. Я слева, Даня, если что, в скалах. Здесь жиль. Хорошо, хорошо. О, в скалах. Оп-с. у меня небольшое недоразумение. Сломалась кирка. У меня инвентарь пидком, оказывается, здесь был. Так, сейчас давай будем внимательны. Куча дерева, кстати. Упс, ну, конечно, на медвежке-то как же. Конечно, здесь кто-то стреляет. У нас куча резов. Ты знаешь, мне кажется, было бы сейчас наиболее разумным. Пойдем вправо. Может быть, домой отнести это все? Ну, может, это пояснишься. А потом к тебе, да, наверное? Да. Слушай, ну, это хороший вариант. Вот эти телепорты, это, конечно, мне кажется, ну, вот чит, чит, это, ну, погружение нарушает немножко, то есть несколько нереально. телепорты, это, конечно, далеко от реальности. Я бы предпочел играть без них, но они не видят меня. Многие считают их. Дима, меня убили. Убили? Да. О, жесть, блин. Я вижу. Сейчас, я не знаю. Попробуем у меня с этим. С глушаком. А я пока, короче, буду к тебе бежать. У меня с глушаком и плохо стреляет. Как мне ближе, через РТ пройти или так? Лёха, ТП ко мне на медвежке прыгать. Ну, кое-что я забрал, Даня. Но только кое-что. Да, жаль. Надо было кричать, а то я тут что-то философтовать начал. Сейчас я затихарюсь и ТП-шность домой. Забрал там резы, Даня. Топор не стал брать. Что там у тебя еще было? Капал. Он лазер взял. Лазер взял. Ну, скорее всего. Чувствую, я сейчас запутаю. Я думал, ну, можно на медвежке дом один на один поставить. Да, да, да. Неплохо было бы там форпостик такой небольшой поставить. Я им встал и запрятать его. Так, что у меня влезло? Не знаю, что у меня там влезло. Рубашку лазер я твою взял. Ну, она побитая уже. Ну, ты дверь с крафта тогда. Трусливый парнишка оказался сразу раз в свой этот шелтерок там. Видимо, шелтерки такие ставят. Чтобы быстро юркнуть. Оружие у тебя было, Даня, какое-то? Правильно. Кого же еще убивать? Меня убивать. Хабьера. Ты хоть и голый был. Так, ну, тем не менее, что-то мы принесли. Сейчас я отойду на пару минут, Дим. Хорошо, Дань. Что-то мы принесли. И вот наш забег, наше приключение закончилось. Ну, не сказать, что плачевно, но было прервано нападением какого-то, какого-то товарища трусливенького. Так, сейчас, конечно, все это разложим, все отсортируем. И, думаю, сегодня закончим. И до встречи всем, ребята, в следующей серии.